Если вам нужно в центр, вы пешком добираетесь? Да, пешком. Но в своих ногах. Вполне естественно, что реакция на новость о том, что в микрорайон Карпаты будет ходить маршрутное такси, у местных жителей примерно одинаково. Хорошо бы. Нам бы хорошо, прям замечательно. О настроениях обитателей одной из окраин Кузнецка хорошо осведомлен местный священник, отец Борис. Район, он как бы и в городе, но и отдален от города. Поэтому, когда я вижу, как часто сюда едут платные такси, как бы мне обидно за тех людей, которые здесь живут, что им приходится так дорого вообще попасть в город. Если автобусы сюда будут пущены, еще раз низко поклоняюсь главе администрации. Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский слово сдержал. Дорога к часовне отремонтирована, по ней с 1 сентября будет курсировать общественный транспорт. И остановка будет аккурат у часовни. Соответствующие изменения внесены в схему движения микроавтобуса «Газель», следующего по маршруту номер 7. Он будет заезжать в район Карпат до часовни, до родника, и обратно двигаться в обратном направлении по своему маршруту. Значит, надеемся, что это улучшит немного положение жителей района Карпат, которые будут на конечной автобусе, остановке, уроника, часовни, садиться на автобусы и передвигаться уже по кольцу в любую часть города. Для удобства жителей открыт и совершенно новый маршрут. Он проложен по улицам, где совсем недавно появился новый асфальт. Строителей молодой гвардии Чкалова, Октябрьской, Вокзальной. Это позволит сократить время езды из центральной части города в район, где находятся необходимые горожанам объекты. Среди них рядовый дворец «Арена», школа номер 6 и 17. Новый детский сад, молодежный эстетический центр «Юность», памятник кузнечанам, погибшим в локальных войнах. Здесь же находится центральное кладбище. Маршрут взят не просто с головой. Мы учли пожелания жителей, которые проживают в этом микрорайоне. В основном это частный сектор. Автобусы, вот сейчас мы практически завершили переговор с перевозчиком, поэтому маршруты будут передвигаться с средней вместимости. То есть автобусы марки «ПАЗ», не «Газель». Курсировать по новому и видоизмененному маршрутам автобусы малой вместимости начнут с 1 сентября.